Вот все это время, что мы описываем. 20 минут. Приблизительно. Что происходит внизу? Снаружи по мудацки до штурмуют. А что происходит внизу? Внизу 20 минут люди бегают друг за другом и спаррингуются. Вы понимаете, что вы трех минут не выдержите. Это просто тяжело. Почему-то боксерский боксерский раунд продолжается 3 минуты. Потому, что даже очень специально хорошо подготовленный боксер, какой-нибудь Майк Тайсон, заметьте, без доспехов, без нихера, в одних трусах... Просто руками машет. Но за три минуты можно домахаться так, что тебе нужно хотя бы минутку подышать. Потому, что дальше ты будешь махать все хуже, хуже, хуже. И даже Майк Тайсон через 10 минут непрерывного рукомахания будет выглядеть плохо. Будучи выносливым, как три шака, примерно. Настолько в боксерах выносливость нечеловеческая. Просто нечеловеческая. А тот еще и саблей махать надо. То есть, я говорю, что все это вот бегание 20 минут... Я понимаю, что вы это снимали неделю. Дубль за дублем. А в натуре даже не смешно. Потому, что вот я... Сколько раз мы махали саблями. И один на один, и группа на группу. Я даже считать не могу. Я не знаю. Я если скажу, что у меня было этих вот массовых бугуртов штук 500 за плечами, я, наверное, даже преуменьшу. Наверное, больше. С троем, когда... Это не фехтование. Когда ты пляшешь, там, движение ловишь. С троем, когда там рубишься. Когда тебя товарищи прикрывают. У тебя, в общем, ракурсов очень немного, чтобы ударить самому. Тебя ударить могут очень небольшого количества направлений. Вот когда ты в доспехах так это оттовариваешься. Однажды у нас случилось так, что не могли из-за сложности рельефа поменять впереди стоящих. И вот впереди стоящих, что наши, что вражеские... Я там как раз был. Во второй шеренге с алебардой. Четыре или пять минут продолжалась драка. Вот так вот, лоб в лоб, непрерывно. Четыре или пять минут без остановочного скотопиздилого. Будем называть вещи своими именами. Закончился ровно одним. В основном ты стоишь на месте. Ну, там перетаптываешься назад-вперед немного. Там с кем-то пободаешься. Ну, и там только алебарды раздаешь. Тебя щитники прикрывают. Ты их... Вот пять минут. Закончился ровно одним. Мы с противниками стоим, просто смотрим друг на друга. И сюда. Сам иди сюда. Ну, потому, что все. Руки уже вообще не гребут. Ну, там понятно, что на моральный волевых раз пять еще махнешь, так сказать, на внутренних резервах. Ну, заставить себя драться еще пять минут после того, что было. Уже все отставить. Никак. Все. Тебя менять надо. Ну, невозможно. Я как раз на прошедшей неделе Дементию вспоминали боевую молодость. Как я как-то раз задрался там с тремя негодяями возле гостиницы Пулковская. Одному я ловко порвал куртку. Он драться перестал. Второго я стукнул. Он сел на жопу. Я тут же разбежался. Ему с ноги в рыло дал. Он тоже не дрался. А третий здоровый. Просто здоровый. На улице там минус 23. Холодно. Примерно в воровском замке. Это здоровый. Я его по роже бью, но уронить не могу. У меня столько ни веса, ни здоровья нет. Он большой. А он меня не может по роже стукнуть. Но, тем не менее, я тоже упал. Он мне один раз сапогом по башке дал. Порвал какой-то сосуд. Крови натекло. Через рожу. Я не знаю, как свинью зарезали. Дрались. Дрались. И... Все. И никто... Ни он, ни я стоим, руки опустив. Ну, невозможно. Ну, тут пришла милиция. Она с собой их забрали. Где вы раньше-то были? Да. Атас. Ну, на меня тут же заявили. Естественно, что я на них напал. Я их избил. Вот этих. Которому сапогом в рыло дал. И второго. Третий убежал, сволочь. Ну, вот. Говорят, вы их избили. Я еще в очках был интеллигентный. Худее килограмм на пятнадцать не может быть. А пойдем. Отвели. Они в обезьяннике сидят. Вот такие хари. Он падать-то не падал. А я-то попадал. В общем, еле отбрыкался. Но нет здоровья. И все. Ну, невозможно. Ну, не выдержишь. Никто не выдержит. Ну, и в жопу, блин. Да.